Договоримся? Договор салона на Ленинском в Москве Ольга Шабалина. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Поясню нашим слушателям одно из правил делового этикета. Когда речь идет о партнерской встрече, допускается рукопожатие не только у мужчин, но и у женщин. Женщина может пожать руку мужчине, и это норма. Ольга, вы жмете руку своим партнерам? Да, когда я считаю это уместно. Мужчинам или женщинам? Мужчинам. Мужчинам. Это приветствие, это прощание, это сделку заключили или в каких это случаях? И приветствие, и прощание, и при заключении сделки особенно. Вы сказали, что иногда, то есть как-то определяете, этому мужчине буду жать, а этому нет. Да, в некоторых случаях это бывает неуместно. Например, когда культура определенных национальностей не предусматривает возможность подать руку мужчине. И зная об этих особенностях, не хотелось бы потенциального партнера ставить в неудобное положение, поэтому я могу от таких вещей воздержаться. А как вы руку подаете? Каким образом? Я стараюсь, чтобы это было достаточно уверенное рукопожатие, но чтобы это не было рукопожатие, которое изначально человеку будет неприятным. Чтобы он мог почувствовать равенство, а в некоторых случаях, ну, пускай он чувствует свое преимущество в начале. Да, по деловому этикету мы подаем руку. Действительно, уверенное рукопожатие и обязательно ладошка к ладошке, ни сверху, ни снизу. Или, знаете, иногда женщины подают лишь одни пальчики вот так вот. Правильно, по деловому этикету, именно ладонь к ладони. Когда в последний раз договаривались и насколько были успешны эти переговоры? Последний раз я договаривалась с новым сотрудником салона на Ленинском, в Москве. Причем этого сотрудника нанимала на работу не я, а мой партнер. Поэтому я уже была в ситуации, которую создала не я, понимая, что там взрослый человек, привыкший работать по своим правилам, и сейчас ее надо так аккуратно причесать. Это буквально пару дней назад мы обсуждали вопрос оформления деловой документации. И я подготовилась к этим переговорам так же, как обычно это делают. То есть я предполагала весь круг ее возражений и продумала аргументы заранее. Ну и все получилось. То есть в результате мы пришли к соглашению. Причем и она себя чувствовала победившей стороной, и я себя чувствовала победившей стороной. Ольга, мне было интересно пообщаться с вами. Вот почему. Любой бизнес – это коммуникация. Но ваш бизнес, насколько я вижу, во многом построен именно на формировании сообщества и коллаборации. Вы уже 20 лет вместе с Вятской торгово-промышленной палатой проводите выставку сферодизайна. Выставку 17 лет проводите. 17 лет проводите. Все равно. Где 20, где 17, уже достаточно долго. Последние годы вы занимаетесь образованием дизайнеров Кировской области и сообщества создано. Все это про коммуникации. Как вы пришли к этому формату бизнеса? Мы продаем достаточно сложный продукт. Продажа декоративных красок, штукатурок, коллекционных обоев. Это не просто какие-то баночки, это не просто какие-то рулоны. Это инструменты для дизайнеров интерьера, которые им позволяют реализовывать объекты. И все зависит от того, будут ли востребованы наши инструменты для создания комфортной среды для заказчика. Чтобы донести эту необходимость этого инструментария, нам приходится договариваться с дизайнерами. А чтобы договориться с дизайнерами, надо иметь с ними общие взгляды, убеждения, общие правила взаимодействия. А чтобы их иметь, надо их выработать. Все это вырабатывается только во время общения. Поэтому мы прекрасно понимаем, что весь наш бизнес зависит от определенной группы лиц, занимающейся дизайном интерьера. И эта группа лиц должна быть постоянно окружена нашим вниманием. Но это образовательные мероприятия, это мероприятия образовательно-развлекательного плана. Это мероприятия, которые позволяют, опять же, закрывать потребности дизайнеров интерьера. Дизайн — это очень такая творческая специальность. Эти люди находятся всегда в саморазвитии. Их потребность в образовании очень велика. Нельзя выучиться на дизайн интерьера и всегда использовать старые знания. Они всегда повышают свою квалификацию. Поэтому мы создаем именно те условия, когда вот это самообразование поощряем. Привозим интересных лекторов, вывозим дизайнеров на какие-то российские, зарубежные выставки. Ну и, соответственно, чтобы узнать, что надо дизайнерам, надо спросить. Это постоянные коммуникации, постоянные, постоянные, постоянные разговоры, разговоры, но в заданном направлении. У нас, у людей, которые работают словом, должна быть наслушанность, а у дизайнеров — насмотренность. Я проводила курс для дизайнеров в Кировской области по ораторскому мастерству, по технике речи. Что меня удивило? Эти люди, они не конкурируют между собой. Мне так показалось. Это действительно сообщество. И я так полагаю, что в этом и ваша заслуга. Да, я прямо здесь не буду это отрицать, потому что наша задача была вот в этой высоко конкурентной на самом деле среде создать определенные правила, которые позволяют дизайнерам чувствовать себя коллегами по отрасли. Все художники борются, например, за право, чтобы их картина была в определенном интерьере. Но, тем не менее, они все равно принадлежат к определенной отрасли. У них есть какие-то творческие союзы, объединения. Ну, не каждый же день они проводят в борьбе. Вот то же самое и в дизайне интерьера. То есть есть многие вещи, когда взаимодействие и спокойное общение дизайнеров интерьера приводит к развитию всей отрасли в целом. И здесь мне очень приятно осознавать, что, когда мы ездим в другие регионы, мы видим, что во многих местах это не сообщество дизайнерское такое дружное, это такой террариум друзей. У нас все-таки в Кирове мне очень приятно видеть, как между собой общаются дизайнеры интерьера. И мы смогли донести вот такую прекрасную светлую мысль, что именно в сотрудничестве и в партнерстве они достигнут гораздо большего. Как вам удалось это до них донести? Словом, делом. Словом. И это вот следующий мой вопрос. Какие как раз преимущества в итоге дают коллаборации, коммуникации? Вам что это дает? Дизайнерское комьюнити дает нам уверенность в нашем завтрашнем дне. Мы прекрасно понимаем, что чем более квалифицированные дизайнеры, чем более организованные дизайнеры в нашем регионе, тем больше к ним обращаются заказчики, которые не стремятся где-то там в Москве, в Санкт-Петербурге, за границей найти мастера, которые сделают им их интерьер. Здесь мы понимаем прекрасно, что до тех пор, пока профессия дизайнера востребована, значит, востребованы и такие ремесленники, как мы, которые вот эти инструменты дизайнерам дают. Партнерство с подобными организациями дает возможность проводить более масштабные мероприятия для дизайнеров интерьера. То, что может сделать одна организация, это, конечно, замечательно, но когда у меня появились партнеры, вот этот флагман гарантированных поставщиков, мы сразу же вышли на другой уровень мероприятий. Поэтому что это объединение здесь идет и моральное, и материальное. И вот еще одно объединение, которое как раз появилось благодаря вам. Ну, благодаря выставке сферы дизайна, на этой выставке мы партнерствовали, и потом решили не расставаться. Азовите три правила коммуникации, которые помогают вам договариваться. Первым я бы назвала уверенность. Когда ты уверен в том, что ты транслируешь, но, мне кажется, вижу цель, не вижу препятствий. Второе – это честность. Ты должен транслировать то, во что ты веришь. Все в жизни надо делать добросовестно. Даже если ты заблуждаешься, то надо заблуждаться добросовестно. И потом признать, например, что ты заблуждался, и тогда получается, что ты не отступаешь, ты просто наступаешь в другом направлении. И понимание другой стороны. Вот этот высокий уровень эмпатии и понимание того, что у другой стороны в коммуникациях тоже есть определенные цели. Поэтому моя задача в каждом случае – не выиграть переговоры. Вот этого я вообще не понимаю. Моя задача всегда договориться, чтобы каждый ушел с максимально достигнутым результатом. Как я всегда отмечаю, говорить и договариваться – два абсолютно разных глагола. Говорить – это в пустоту, а разговаривать – это всегда очень важна обратная связь тоже. Жесткие переговоры для вас, они актуальны? Я очень не люблю жесткие переговоры. Не люблю. И если возникает необходимость в жестких переговорах, надо откатываться назад. Надо понимать, в какой момент мы свернули не туда. Поэтому с точки зрения бизнеса, жесткие переговоры, ну, бывает достаточно редко. Причем это бывает, знаете, такая ситуация, когда я встаю четко на сторону заказчика, я всегда на его стороне стою. И если, например, у нашего поставщика что-то происходит не так, и я понимаю, что мы можем подвести нашего любимого клиента, нашего любимого дизайнера, то в этой ситуации, да, все мои поставщики знают, и у меня вот такая репутация в мире наших поставщиков, что если мне надо будет, я выверну их наизнанку. Вот это единственный случай, когда у меня нет там вообще никаких компромиссов. Вы где-то учились переговорам, искусству ведения переговоров и деловым коммуникациям? Я начала говорить, когда мне был один год, десять месяцев предложениями. И с той поры, мне кажется, я всегда учусь переговорам. Первый, наверное, самый такой мой хороший учитель был мой папа, это был профессиональный журналист, и мне всегда было приятно видеть, когда в компании. Мне казалось, он может поддержать любую тему, любую тему. Он разговаривает любого. Буквально в самом начале беседы он окружал себя совершенно незнакомыми людьми, которые восторженно на него смотрели, и я все время хотела быть очень похожей на него. Все идет из семьи, и то, как говорят семье, говорят и дети. Да, вообще все бывает из семьи, да. И я как-то прочитала хорошую цитату Агаты Кристии о том, что лучший подарок, который можно получить в жизни, это счастливое детство. Если у тебя счастливое детство, то в дальнейшем большая часть вопросов решается легко. У тебя всегда есть модель вот этого поведения или модель, и, может быть, вот это ощущение, как все бывает хорошо, куда ты можешь всегда вернуться, успокоиться и дальше продолжить в нормальном состоянии. Дальше переговором я училась уже при помощи тренеров, и все, что вокруг нас находится, нас всегда учит. Мне очень нравится смотреть, наблюдать за жизнью. Ну, например, ребенок разговаривает с мамой. Вот дети одни из лучших переговорщиков. Они всегда знают нужный момент, когда подойти. То есть они очень четко готовятся к переговорам. Иногда можно смотреть на ребенка и понимать, вот он все делает интуитивно правильно. Он выбирает правильный момент. Он знает тонкости, которые помогают ему достигнуть поставленной цели. Он знает, какой сделать правильный голос, чтобы предложить взамен. Они же шикарно торгуются, да, когда они чего-то хотят, да? Моему сыну в 6 лет он делает это мастерски. Вот видите, он может же преподавать уже искусство переговоров. Сейчас принято учиться. Ораторское мастерство, техника речи, переговоры. Люди учатся, развиваются в этом направлении. Но я часто слышу такое выражение, что, ну ведь мы как-то раньше без этого жили. Мы ведь без этого и бизнес строили. Почему сейчас это так актуально стало? Я не думаю, что мы когда-то без этого жили. Это всегда была определенная школа переговоров. Просто это называлось по-другому. У нас же раньше существовала определенная система социальных лифтов. При комсомольских организациях, партийных организациях были даже высшие партийные школы, которые помогали достаточно быстро талантливым людям обрести определенные знания, в том числе и переговорные. Просто не называлось по-другому, но это всегда развивалось. Вы представляете, вот раньше я как ребенок, который был там и октябренком, и пионером, и комсомольцем. Я помню, как много времени уделялось именно этим вопросам, коммуникации. Система обучения, она какая-то была. Вы готовитесь к переговорам? Обязательно. Как вы это делаете? Ну, первое, что я делаю, это собираю информацию. Я собираю информацию по субъекту, объекту переговоров. Обязательно. Второе, я очень четко устанавливаю цели для себя переговоров. И я всегда расписываю себе максимальные цели, желаемые цели и реальные цели, на которых я тоже буду счастлива, что мы к этому пришли. Очень грамотно. И то же самое я делаю, пытаясь сделать за другую сторону. Ну, потому что они же тоже к чему-то идут. Поэтому я пытаюсь это сделать. Поэтому я пытаюсь заранее уже придумать точки соприкосновения, зачем, ну, на чем мы можем договориться. И если я вижу этот вариант, когда наша желаемая цель, их желаемая цель может совпасть, то моя задача дальше выстроить всю аргументацию таким образом, чтобы, ну, они понимали, что мы договариваемся, вот реально договариваемся, что мы их не прожимаем. Я вообще очень не люблю, когда при подготовке вот эту часть иногда сторона упускает. Потому что с такими упрямцами бывает сложно договориться. Они иногда в момент каких-то вот этих сложностей не могут реально оценить, что у них очень выигрышная позиция. Она просто не совпадает вот с той картинкой, которую они себе составили. И тогда иногда лучше отложить, просто дать им это все обдумать. Ну и по месту и времени переговоров я стараюсь выбрать знакомую территорию, либо нейтральную территорию. Ну и прийти заранее, присмотреться. И правильно сесть, чтобы за спиной не было открытого пространства. Ну там и другие как бы нюансы. Очень хорошие рекомендации. Важно продумывать заранее. И аргументы продумывать заранее. Да. И контраргументы продумывать заранее. Знаете, что я еще всегда составляю? У меня всегда есть план А, Б и С. План А, понятно, что это лучший вариант развития событий. План Б это то, что устроен. А план С, когда мы ничего не достигли из того, что хотели. И тогда нам надо придумать красивый вариант завершения. Мы должны быть к этому готовы. Для того, чтобы сохранить лицо. Для того, чтобы была возможность потом вернуться к этим переговорам. И совершенно не важно, что мы не договорились. Ну потому что я, например, не сделала все, что могла. Я иногда понимаю, что та сторона не сделала все, что могла. Но унижать, оскорбительно как-то высказываться не надо. Потому что через некоторое время все может измениться. И надо всегда расставаться красиво. Чтобы была возможность вновь потом вернуться к этой теме. Да, чтобы можно было вернуться. Как вам удается находить общий язык и с поставщиками, и с подрядчиками. И выстраивать с ними коммуникации. Вам, женщине. Ну это больше миф, что это очень мужская история. Мужская история это больше, вы знаете, такая черновая стройка. А так как мы работаем вот уже в той части, которая очень красивая. Там как раз больше женщин работает. А когда мы общаемся с нашими поставщиками. То иногда даже удобно быть женщиной. Потому что если там все идет хорошо, то я вообще даже поставщикам не звоню. То есть все решается на уровне менеджеров. А если в редких случаях, вот когда я уже говорила, мне приходится вставать на сторону клиента и что-то требовать. То да, я бессовестно пользуюсь тем, что я женщина. Я могу бы себе позволить быть излишне эмоциональной. Топать ногами, кричать, что это надо сделать немедленно. А потом, ну так сказать, ну вот, да, я как женщина сорвалась. То есть хотя это был продуманный срыв. Вы пользуетесь этим, да? Это же манипуляция. Да. Вы это признаете? Да, я признаю. Я признаю, что да, я могу манипулировать. Жестким переговорам нет, а вот манипуляциями иногда возможно. Да. А бывают сложные клиенты? Да нет, я не думаю, что бывают сложные клиенты. Это значит, что мы чего-то не угадали. Сложный клиент до тех пор сложный, пока мы не поняли, где у него кнопка. Когда нам говорят, по какой-то причине нет, это значит, что мы неправильно задали вопрос. И поэтому здесь я всегда считаю, что если у нас что-то не купили, это не проблема клиента, это наша проблема. Но при этом вам нужно договариваться не только с клиентами, но и с теми людьми, которые у вас работают, которые непосредственно всю эту красоту воплощают в жизнь. Да. А это рабочие бригады. Да. С ними как общаться? Вы согласны, что с людьми нужно разговаривать на их языке? Да, конечно. Вот как с ними? С клиентами это более-менее понятно. А как договориться с ремонтной бригадой, чтобы все было выполнено в срок, мне кажется, этот вопрос интересует многих. Надо ставить очень четкие задачи. Я с этим вопросом очень плотно столкнулась, как ни странно, на Кипре. У меня сестра живет на Кипре, и она вот в прошлом году стала счастливой обладательницей недвижимости на Кипре, а там несколько другая история. Там нельзя купить жилье в черновой отделке, то есть ты покупаешь с ремонтом от застройщика. Это застройщик достаточно приличный на Кипре, то есть даже не было заранее проблем каких-то предусмотрено, что что-то будет не так. И я как раз приехала в тот момент, когда вот уже это жилье принимали. Я посмотрела и понимаю, что никаким стандартам российского клиента это вообще не соответствует. Но вопрос был как раз в том, что такое хорошо. Ну вот когда общаешься с кипрскими рабочими и говоришь, ну надо же сделать было хорошо, они говорят, конечно, хорошо. Для них это хорошо. И понимаешь, что это работает и с нашими рабочими тоже. Когда мы даем что-то неконкретное, ну, например, мы говорим, сделай хорошо или сделай как себе, но он и сделает как себе. Уровень нормы разный. Да, 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 да. Вот эти же самые люди вам будут делать ремонт, если вы не дадите четкие правила, как надо сделать хорошо, в какие сроки это должно быть сделано. И если вы не будете понимать, что это тоже люди, что у них тоже бывают выходные дни, что они тоже могут заболеть, что есть другие какие-то нюансы, да, которые мешают это выполнить. Ну как? То есть надо здесь, во-первых, определить глоссарий с рабочими, чтобы они понимали. Иногда ведь они вас не перебивают, вот вы им всё рассказываете, они думают, господи, а она какая-нибудь на русский перейдёт язык. Во-вторых, ждать, что там прямо Лобачевский будет класть вам плитку, ну нет, конечно. Вы это делаете, да? Вы общаетесь с этими людьми, которые вы работаете? У меня есть специально обученные люди, которые общаются с этими людьми. Вы этим людям, они уже переводят на понятный язык? Да, 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 они переводят на понятный язык. У вас действительно есть дорогие красивые фрески, дорогие люстры, а фреска, её как наклеил, так она и будет. И здесь ошибка, она недопустима. Это зависит от тех людей, которые будут это выполнять. Риск колоссальный. Ну, им надо давать очень чёткие, понятные инструкции, но очень подробные. У нас есть инструкции, когда предложение написано, мы его прочитали, разобрали, попросили подписать человека. И у него в это время работает сознательность, он же не так часто где-то расписывается. Он не понимает, да, что следующий абзац, мы прочитали, объяснили, распишись вот здесь. Здесь прочитали, распишись. И сейчас мы прервёмся на небольшую рекламу. Продолжается программа «Договоримся». И сегодня у меня в гостях предприниматель, руководитель декор-центра арт-сервис в Кирове, партнёр салона на Ленинском в Москве Ольга Шабалина. Коммуникации в Москве отличаются от коммуникаций в Кирове? Отличаются, но не настолько. Всё-таки мы все говорим на русском языке. Единственное, что в самом начале вот этот немножко опломб, что мы тут живём в Москве, а вы тут понаехали, но иногда присутствуют, но в основном от таких же понаехавших. Поэтому если в начале разговор бывает более циничный, то в конечном итоге наша задача обратить в нашу веру. Сколько нужно времени, чтобы покорить Москву? Ну, где-то я читала такую статистику, чтобы себя почувствовать своим в каком-то городе. Надо где-то, может быть, прожить года три, где-то написано, что можно гораздо быстрее влиться в эту историю. Надо просто, чтобы в каждой отрасли человеческого общения у тебя была возможность двух-трёх звонков в телефонной книге. И это всё, опять же, зависит от общительности. Выход бизнеса на столичный уровень – это мечта, я думаю, что многих предпринимателей. Что можете сейчас уже, пройдя этот путь, рекомендовать тем, кто хотел бы, но пока ещё не решился? Очень чёткий ответ на вопрос, зачем вам это надо. Если надо просто как звёздочка на фюзеляже, что у меня это есть, то, в принципе, можно тогда не сильно просчитывать какие-то там моменты. И ничего сложного тут нет. Если ваш бизнес действительно нуждается в таком расширении этого рынка, то надо постараться какие-то вопросы решить заранее из своего региона. Вот мы, например, очень долго делали ремонт в том помещении, которое сейчас наш салон, потому что мы обратились за услугами к непроверенной бригаде. Ну, мы пережили эту ошибку, понимая, что это не потери, а всего лишь затраты. Но если бы мы привезли собственную бригаду, мы бы сделали это быстрее. Получается, что и в масштабировании бизнеса, и если идти на столичный рынок, коммуникации помогают. Да, конечно. Умение говорить помогает. Да, да. Сократить тот срок, когда ты начинаешь чувствовать себя своим. Да. Вы сегодня рассказали, как вы готовитесь к переговорам, а как вы готовитесь к публичным выступлениям? Я пишу сначала план. Ну, сначала я даже определяю свои цели и задачи. Чего я хочу? Что я продаю в этот момент времени? Себя, бизнес? Вообще ничего не продаю, не покупаю. Просто хвастаюсь. Ну, надо понимать, какая цель. В зависимости от этих целей, дальше я выстраиваю план. И дальше по этому плану я набираю какие-то основные моменты, цитаты. Я стараюсь выступление не прописывать целиком, потому что у меня очень хорошая зрительная память. И если вот у меня всё это будет прописано, то это меня начинает забивать. Поэтому, а план я стараюсь перед собой держать и веду свою мысль к финалу выступления. Да, ни в коем случае не нужно заучивать. Ни у кого хорошая визуальная память действительно это может сбивать, потому что мы вспоминаем текст, прописанный полностью. А лучше прописать план и уже вспоминать те тезисы, которые мы должны озвучить. Да, да, да. Очень приятно было слышать вот как раз на том обучении, которое мы проходили у вас. И у вас очень прекрасно есть как раз курс по публичным выступлениям. Мы же и репетировали, как нам правильно выступать. Поэтому очень многие вещи я себе дополнительно записала как раз вот из вашего курса и стараясь этим руководствоваться. Отлично, я рада это слышать. Ну, действительно, я же вам рассказывала, у нас была как-то ситуация, когда мы опоздали на самолёт. Причём там была вина именно авиакомпании. Это был нетранзитный рейс, поэтому мы чётко очень понимали, что всё сейчас там. Мы пролетаем мимо Грозного. Да, я помню. А там была целая группа людей, которые прям зависели от меня. Это организация поездки. Ночь, аэропорт Внуково. Вот там сидит уставший оператор, который мы доказываем, что давайте мы попробуем. Вот там вот есть вот такие вот нюансы в правилах, где мы как-то проскочим. А это было как раз после вашего курса. И я понимаю, что в этот момент времени я злая, уставшая, голодная. И я могла вот просто расстроиться, заплакать, заистерить. А здесь, вы же тогда как нам сказали, мы успокаиваемся, говорим тише, медленнее и ниже, ниже, ниже. И я в какой-то момент поняла, что сначала было полное неприятие нашей информации. Вот прям всё, я сейчас окошко закрою, идите куда вы хотите. Тем более у нас из группы были там люди, которые вот начали кричать. И я всех попросила, давайте всех отойдём. И мы с этой дамой потом оказались на одной стороне. Вот это ниже, ниже, спокойнее. Я сейчас всегда вспоминаю. Я очень рада. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо вам за эти добрые слова. Да, мы улетели там. Улетели, да. Бесплатно поменяли билеты. Да. Кто из наших слушателей не проходил курс по технике речи, не работал над голосом, скажу. Наши уши настроены таким образом, что мы плохо воспринимаем, когда высокая частота звучания. Если кто-то вяжет, нам неприятно, согласитесь. Чтобы перекричать таких людей, нужно говорить ниже, опустить свой голос, но при этом, чтобы было не глухо. Поэтому мы добавляем посыл, силу голоса. Для этого нужно правильно дышать. Потому что наш голос – это что? Это воздух, проходящий через связки. И дышать нужно животом. Когда мы уверенно опускаем голос, но при этом у нас траектория движения звука достаточно большая, тогда мы можем перекричать любого человека, который выходит как раз на вот этот вот вяжущий тон, на ультразвук. А это то, что касается голоса. И над этим, безусловно, можно поработать. И вы заметите, что важно порой не только то, что мы говорим, но и то, как мы говорим. И здесь большую роль играет и интонации, в том числе, и подача, и каким голосом мы это говорим. Я уверена, что в жизни всё состоит из мелочей. И в коммуникациях в том числе тоже. Чтобы донести нужную информацию, нужно это всё использовать. А если кто-то находится в скрытой враждебности, как у вас эта женщина, правильно? Вы могли бы ругаться с ней, вы могли бы закричать, зареветь, проявить эмоции. Но вы достаточно сдержанность ей донесли свою позицию и свои мысли. Это было очень грамотно. Результат какой? Вы улетели. Да. Да, спасибо вам. Поэтому всем этим, безусловно, можно пользоваться. Я уверена, что мы богаты нашим русским языком. Я считаю, что люди, которые занимаются бизнесом, те люди, которые на виду, представители власти, бизнесмены, это те, на кого ориентируются. Это те, на кого смотрят. Я считаю, что эти люди должны говорить на хорошем русском языке. Согласны со мной? Да, да. Поиграем с вами в ударение? Ой, ну, попытаемся. Попытаемся? Ходатайство. Да, ходатайство. Правильно. Абсолютно точно. Не ходатайство. Да, ходатайство. Говорят ходатайство. У меня юридическое образование, я знаю, что это ходатайство. Отлично. Да, норма русского языка – ходатайство на второй слог. Предвосхитить. Я хочу предвосхитить ваш вопрос. Нет, предвосхитить. А здесь, да, многие говорят предвосхитить, но предвосхитить – норма русского языка. Предвосхитить. Сейчас же появляются двойные нормы, я не всегда с этим согласна, но как быть? Кофе для меня всегда будет мужского рода, безусловно. Ретироваться. Да, да. Это правильно. Это правильно. Это правильно. Ретироваться. Знамение. 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 Это знамение, да. Правильно. Завидно. Да, завидно. Завидно, незавидно. Да. А если брелок, множественное число, как будет? Брелоки. Абсолютно точно, абсолютно верно. А если, знаете, женщины иногда ресницы наращивают, ресницы какие будут? Наращённые. Наращённые. Ольга, спасибо вам огромное за то, что знаете, как это действительно правильно произносить. Наращённые ресницы. Петля за петлёй. Да, петля за петлёй. Правильно, петля за петлей. А, петля за петлей. Петля за петлей. У нас здесь с вами сейчас и такой образовательный момент. Да, это хорошо. Я абсолютно убеждена, что бессмысленно воспитывать детей. Нужно показывать своим примером, и с детьми нужно разговаривать. И то, как мы говорим, так будут говорить наши дети. Да. Когда ко мне приводят детей, и прекрасные дети, у которых нет проблем со звукопроизношением. Есть вопросы с артикуляцией, но это очень быстро можно поправить. Меня родители спрашивают, а что с моим ребёнком не так? А я отвечаю. С ним всё так. Просто на слушанность. Он слышит так, как говорят в школе, в его окружении, и повторяет. Поэтому если мы хотим, чтобы наши дети хорошо говорили, чтобы они правильно формулировали мысли, чтобы они не боялись проявлять себя и заявлять этому миру о себе соответствующим образом, и с ними нужно общаться. Потому что мы – это пример. Если мы хотим, чтобы наши дети хорошо говорили, задумайтесь о том, как вы, родители, говорите. Да? Да. Спасибо вам, Ольга, огромное за сегодняшний такой интересный познавательный разговор. Спасибо вам. Договоримся? Договоримся.